Из парного помещения можно занырнуть в бассейн и вынырнуть на улице. А ты сидишь такой, смотришь и думаешь, кто бы пиво принес. Наличники на магнитиках, а под магнитиками сделана подсветка. Парят, а я здесь свежим воздухом дышу. Голова в холоде, ноги в тепле. Не через канализационные трубы дышать, а через березовую бересту. Нержавейка толщиной 2-3 миллиметра. Друзья, всем привет, с вами канал Живая Русская Баня. Меня зовут Владимир Ефремов. Баня за полтора миллиона. А что же это за такое за полтора миллиона? Мы, короче, приехали сегодня в миасские бани-сауны. Делали здесь розыгрыш 100 тысяч рублей в честь 10 тысяч подписчиков у миасских бани-сауны на канале. И решил обзор вот этой вот бани запилить. Вот эта вот баня стоит полтора миллиона. Здесь дофига всяких интересных штук. Здесь даже есть кое-что из Ефремовской бани. Короче, зайдем, покажу. В общем, подробненько сейчас пробежимся вот по этой вот бане. Что же сюда натолкали за полтора миллиона? Она, наверное, месяца два назад стоила бы дешевле. Но с теми ценами, которые сейчас на рынке на стройматериалы, это просто капец. Мне сейчас только вон опять говорят, слушай, наверное, придется опять Ефремовские бани поднимать. Потому что тот же ОСБ, который у нас лежит на сливе полов, ну и на крыше, соответственно, в том году стоил 553, по-моему, рубля. В этом году 1200. Офигенные цены, да? Я вообще в шоке от цен в этом году. Здесь, в общем, баня-бочка с бассейном, с парным помещением. Мойки здесь нету. Ну, за полтора миллиона не влезла мойка, короче. С комнатой отдыха. Ну, главное, бассейн влез. Можно же в бассейне помыться. Намылился как следует. Там мыло добавил в воду. Пузырьки пошли, там все дела. В общем, сегодня все подробно посмотрим. Длина бани 8 метров. Баня из сруба. Ну, как бы задумывалось, что баня будет из сруба. Ну, видите, она с такими закруглениями. Сейчас покажу, как они это сделали. И вот с этой стороны большое окно. Это как раз бассейн. Из парного помещения можно занырнуть в бассейн и вынырнуть на улице. Ну, задумка вообще прикольная. Надо будет приехать, попариться здесь в этой бане. В общем, баня 8 метров в длину. 2,45 транспортный габарит. Соответственно, чтобы влезла в фуру в ширину. Лестница отдельно. Она чуть под другим углом должна быть, потому что здесь она еще не выставлена. Она сейчас продается, эта баня. Кстати, кому нужно полторашка всего. В общем, сейчас я попробую в одного. Я хоть и легкий, но сильный. Попробую в одного снять вот этот вот полукруг, чтобы заглянуть в бассейн. А, кстати, сказал же вам, покажу, как сделан вот этот вот сруб. Во-первых, мяски, бани и сауны делают бани-бочки из 60-й доски. Не 45-я, не 43-я, как у других бань-бочек. Здесь 60-я доска. А помимо этого, они сделали еще обшивку снаружи блокхаусом. Я, слушайте, не знаю, приклеивали ли они ее или нет. Но вот здесь вот как будто какая-то мастика еще есть с наружной стороны. Там мастика под доской. А вон Макс говорит, там мастика под доской. Сделан еще блокхаус. Ну, дополнительная толщина. Ну, и вид изменился. Ну, прикольно. Вот здесь вот, видимо, для того, чтобы бассейн наполнять, где-то, наверное, должен быть слив еще у бассейна. В общем, пробую вот эту вот штуку. Нет, для этого нужна была маленькая худенькая девушка. Ее надо было заставить снимать этот щит. В натуре я легкий, но сильный. Так, в общем, этот полукруг убрали. И дальше у нас попер бассейн. Ну, слушайте, бассейн достаточно большой. Из парного помещения вот этого вот места не было видно. Я в ботинках. Ну, ладно, залезу, покажу вам. Приберутся потом. Ага, тут грязно разулся. Мне там кричат, разулся бы. Тут пыльно, чтобы разуваться. Здесь мех. Это для тех, кто замерз. Можно это укрыться меховушкой. Но это если воду не набирать, то можно, в принципе, париться с ненабранным бассейном. А чтобы тепло не выходило, они здесь вот такую занавесу сделали. В общем, часть бассейна в парном помещении. Сейчас я туда занырну. Там, по-моему, еще на одну камеру снимают. Опа. Во. Видите, я занырнул. Меня видно, нет? Меня, говорят, не видно с наружной стороны. Стекло затонировано. В общем, попарился. Сразу же перевалился сюда. В бассейн. Здесь в бассейне можно охладиться. А можно взять обратно вот так вот. Опа. Занырнуть. Не обязательно же этот бассейн должен быть с холодной водой. Ну, как в купеле набрано. Здесь может быть теплая вода быть набрана. Соответственно, лежите здесь в теплой воде. На улице снежок. А ты сидишь такой, смотришь и думаешь, кто бы пиво принес. Все в бане, а ты один тут. Кто бы пиво принес. Не занырнешь же с пивом под водой. В общем, вот такой вот бассейн у них здесь получился. Ау. А вон, мне говорят, на потолке еще что-то прикольное. Смотрите, какой светильничек сделали. Попросим Макса подснять все это хозяйство ночью. И вставим видео. У него здесь подсветок вообще вагон всяких сделан. Попросим подснять ночью и вставим сюда видео, как ночью это все хозяйство выглядит. В общем, погнали уже ближе к входу в баню. Здесь у Максима стоит его печка, которую они сами изготавливают для своих бань. Посмотрим еще эту печку, ну и посмотрим, что там есть в бане. Кстати, это не моя машина. А то тут, если машина сейчас в кадр попадет, скажут, ни хрена, он уже на BMW ездит. Не, все нормально. Тот же самый Таурек с пробегом 250 тысяч ничего не изменилось. Столько я еще не заработал. В общем, смотрите, баня с боковым входом. Здесь стоит пластиковая дверь. Пластиковая, судя по всему, утепленная, но толстая. Даже здесь подсветка сделана достаточно интересно. Смотрите, взял вот так вот, опа, и сломал. Наличники на магнитиках, а под магнитиками сделана подсветка. Говорят, что смотрится это достаточно красиво в темное время суток. Попросим Максима подснять. По-моему, боковой тоже снимается. Точно, смотрите, боковой тоже снимается. Здесь везде вот такая вот подсветка стоит на вооружении. Возьмите, это магнитики от дверей. Ну, вот от деревянных дверей. Они отдельно, эти магнитики продаются. Можно вот так же сделать, чтобы свет светил вот отсюда вот с боков. Вот этот навесик небольшой сделан. Ну, судя по всему, он сделан так, чисто для красоты, потому что он не примыкает к самой кровли. Вода стекает вот сюда на этот козырек и растекается вправо-влево. В принципе, на человека не попадет, но выйти покурить на крылечке, в принципе, на тебя тоже дождик капать не будет. Пойдемте во внутрь бани, буду уже там показывать. Так, ну вот она сама баня-бочка. У них здесь, кстати, двери метр семьдесят по высоте, и я здесь везде втыкаюсь. Здесь везде надо пара захвата вешать, чтобы вот головой вот в эти вот штуки не приходить. Баня по наружке 2.45, а по внутрянке, ну, я своей рулеткой померил, у меня получилось 2.20, Макс говорит, что 2.30. Может быть, он прав, а может быть, у меня рулетка точнее. В общем, сначала комната отдыха. Комната отдыха. Ну, видите, во-первых, вся мебель сделана из массива, что лавки, что стол, прям окошко, окошко здесь пластиковое, с ограничителями, смотрю, стоит. Ну, света, окошко маленькое, света, ну, достаточно, в принципе. Под спинники, и внутри они тоже сделали под блокхаус, ну, вот под этот вот маленький блокхаус. Но здесь еще в этой бане стоит банное отопление инфракрасное от Руста, по-моему. Не знаю, правда, как оно правильно называется, но вот здесь вот под этим блокхаусом сделано отопление. Можно баню постоянно в плюсе держать. Они ее здесь уже зимой, что-то, говорит, дней 10, на постоянном отоплении она здесь стояла, испытывали, и все нормально. Светильники такие в виде руки. Ну, места, в принципе, достаточно, чтобы компании там из 6 человек даже здесь посидеть. Ну, не знаю, если ходите в баню такой толпой, ну, вот 4, 5, 6 человек вполне здесь легко вместится. Даже люстру повешали или повесили, хрен их знает. Надо будет спросить, повешали или повесили. Так, ну, наверное, с комнатой отдыха мы закончили. Переходим в самое интересное, в парную. И что же здесь из Ефремовской бани? Необрезная доска. Макс позвонил к нам, говорит, Вов, есть необрезная доска липы? Я говорю, есть. Он приехал, взял у нас необрезную доску липы и сделал внутри эту баню-бочку необрезной липовой доской. Кому надо, кстати, пишите, отправим вам липу. По печке отдельно остановимся. Печка здесь Макса разработки. У него даже, если обратили внимание, вон там на столе стоит патент. Это патент на эту печку. Они ее даже запатентовали. В общем, парное помещение вроде и большое, но оно на самом деле, в принципе, небольшое. Само парное помещение, в принципе, вот. Заходишь, с одной стороны печка. Здесь лавка, чтобы что-то разместить, либо кто-то сюда сядет. Полок 80 шириной и длиной то ли 2,20, то ли 2,30. С окошком прям по уровню полка. Можно парить и на эту сторону человека голову ложить, и на эту сторону голову ложить, если хочется прихода воздуха с окна. Правда, когда человек будет лежать, ты берешь ему еще и добавляешь так, бам, бани, чтобы прям приход нормальный был. В общем, вот здесь форточка на уровне окна. А с этой стороны, чтобы человеку было чем дышать, у Макса второе дыхание. Во-первых, снизу приход воздуха для второго дыхания, куда можно травы и все прочее. заложить. И сделана вот такая вот штука из бересты. Это когда на полок святое нельзя в обуви, поэтому разуемся. Правда, у меня еще такая штука звуковая сзади была. Вот, соответственно, мы... Рост у меня 1,86 м. Вот я лег, и мне подача кислорода, чтобы я не задохнулся в случае чего. Приход воздуха не только, когда мы на животе лежим и дышим свежим воздухом, а приход воздуха еще вот так вот сверху, чтобы свежий воздух приходил. А еще, кроме этого, есть вот такая вот штука. А не, она не так. Она как-то... Лишь бы меня... Давайте посмотрим. Я ее ни разу не разбирал, поэтому не знаю, как она делается. А, вот здесь вот. Вот здесь вот так вот. Опа! Вот так вот. О, видали? Тут вообще у них, оказывается, все по феншую. Ужас какой. Это уже не баня, это уже какой-то... Даже не знаю, как назвать. Все, я спрятался, я в домике. Меня там чего-то парят, а я здесь свежим воздухом дышу. Голова в холоде, ноги в тепле. Как и должно быть. Так, звук пока тут лежит. Эту штуку мы поднимем. Видимо, чтобы она не мешалась, они еще сделали вот такую вот веревочку. Все, это все убирается. Дополнительная опция, Макс сказал, по-моему, 10 тысяч рублей к бане, это вот такими вот, кто хочет прям не через канализационные трубы дышать, а через березовую бересту. Только у меня такое ощущение, что она склеивается тут тоже на клей. Сейчас я звук обратно цепану. В общем, сейчас мы с Темой местами поменяемся, я покажу, как отсюда туда перелазить. Тема, Тема в бассейне, кстати, стоит. Так, ну все, я вот на полке полежал, сверху на меня вот эту вот штуку накинули, пропарили меня как следует, и я такой, фу, ай, в бассейн хочу. Беру просто вот так вот, опа, перелез, и все, и я в бассейне. Здесь окунулся, сполоснулся, попрыгал, побалдела. Кстати, если вода теплая, здесь можно, в принципе, посидеть, пока еще кого-нибудь парят. Захотелось мне на улицу подышать свежим воздухом. Я такой, главное воздуха побольше набрать. Поднырнул. Ну и все. Я Тему не вижу, Тема меня видит. И я уже на улице дышу свежим воздухом, хотя нахожусь в воде. Вот, в принципе, как-то так. Прикольно, баня-бочка из необрезной доски смотрится. Заметили, нет, что здесь подсветка меняется? Ну, сейчас здесь светло, оттуда свет идет. Мы это сейчас еще снимем, как здесь в темноте эта подсветка меняется. Ну, так, завораживает, особенно красные цвета, когда красный цвет светит. Прям завораживает, прикольно. Че, пополз я, наверное, к печке, буду вам печку показывать. Так, ну и сама печка. Печку они назвали ИО. На продажу просто сами печки, они, если продают, то буквально единично, 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 потому что производят их пока только для своих бань. Сверху у него здесь нефрит наложен, заложен. Наложен или заложен? В общем, печка из 0.9 Г2С, из шестерки, труба, и внутри этой трубы еще одна труба, только из нержавейки. Нержавейка толщиной 2-3 миллиметра. Дно у этой каменки, он сказал, выпуклое. Или впуклое, или выпуклое. Выпуклое, наверное. Огонь обходит со всех сторон. Ну, получается, труба, внутри нее еще одна труба, и здесь приход вот такой вот для поддавания квадратный. Ну, сверху делают вороночку, чтобы через воронку поддавать. Достаточно эффективная печка. Ну, по примеру, той же услады, по примеру, той же атмосферы, только Макс свою разработку запатентовал. У него там какие-то свои моменты есть, мы внутрь печки все равно не заглянем, поэтому показать их не могу. Вот она печка, облицована тальком, я все их путаю, талькохлорид, талькомагнезид, в общем, кирпичиками вот такими вот, прямоугольными. Здесь вот зачем-то еще сделан приход воздуха сюда, в камне. видимо, для конвекции, чтобы здесь воздух заходил, здесь выходил, но конвекция здесь не ограничивается, если есть конвекция, то она уже и будет здесь конвекция. Камушки обратно поставим. В общем, дымоход гриль-D, он такой толстущий, здесь сделано, это не минирит, это, я забыл, как называется, огнеупоров, во, вспомнил, огнеупоров, в принципе, наверное, показал все, вот эта вот баня стоит полтора миллиона, кому нужно, обращайтесь в миаские бани и сауны, я на этом с вами прощаюсь, пальцы вверх и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok